Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу о клематисе или ломоносе. Этот цветок очень красивый, его многие знают как вьющийся растение. Хотя оно также растет кустарником. Два вида, это лиана и кустарник. Бывает клематис. Также клематис бывают различных окрасов, различных размеров цветка. Также они делятся на сроки цветения от ранних до поздних. Но самое главное, это то, что клематисы делятся на 4 группы. Это очень важно, когда приобретая клематис, нужно это знать. Потому что от этого будет зависеть, как идет обрезка и закладка бутонов цветочных на следующий год. Первая группа клематисов, это клематисы, которые цветут на побегах этого года. Это самое лучшее. Считаю, вот этот мой клематис, он цветет так. Есть клематисы, вторая группа, которые цветут на побегах только прошлого года. Это вот он, он только внизу идет. Я его в этом году обрезала, об обрезке я позже скажу. Поэтому его так мало. Обрезала сильно, он уже куст не молодой, а молодила. Значит, третья группа, это комбинированные клематисы. То есть могут цвести на побегах этого года и на побегах прошлого года. И четвертая группа, это мелкоцветковые клематисы, это обычно поздние они идут, цветут практически до поллета. Они это темно-фиолетовые, такие темно-бордовые, я бы сказала. Они еще зацветут где-то к концу или к середине июня. Будут цвести, можно сказать, до конца июля, может даже захватить начало августа. Вот эти клематисы раннецветковые, вот эти, они цветут у меня два раза. Обычно вот эти, которые на побегах этого года закладываются, они цветут весной, начинается раннее цветение. Затем отдых и цветение осенью. Хочу сказать, что клематисы, которые вот у меня здесь на клумбе, осенью у них хуже цветения, чем весной. А те, которые, клематисы у меня в горшке, а те клематисы, которые я садила в горшке вот возле у меня ухода в дом, те осенью цветут очень роскошно, очень пышно. Особенно если осень теплая, сентябрь именно теплый, они начинали с конца августа цветение и весь сентябрь, можно сказать. Значит, почему я сказала, что важно, к какой группе относятся клематисы. Это знак нужно, приобретая этот цветок, потому что делается обрезка, обрезка делается обычно весной. Я делаю только весной. Клематисы, они зимостойкие, они выдерживают температуру до 30-35 градусов. Но корневая система, то есть возле земли, должна быть укрыта или опилками, или чем-то замульчировать на зиму. Тогда они не вымерзают при такой температуре. Я обычно, здесь у меня среди роз клематис растут, поэтому достается и им, когда я розы укрываю, укрываю немного и их. Летом, во время цветения поливать нужно обильно, обязательно, чтобы цветок дольше держался на стебельке. А вообще поливы умеренные. Очень любят свет, солнце. Но летом, когда сильная жара, должно быть притянение, хотя бы днем. А вот корень сам, корневая, должна быть притянена. То есть можно наложить все лето, то ли замульчировать, допустим, опилками, то ли как-то оно должно быть в тени, чтобы солнце на нее не попадало. Не любит корневая, что сильно, сильную жару и сильное утепление. Корни сами находятся на поверхности практически, поэтому можно, как я уже сказала, сажать несколько. Это только улучшит их цветение. То есть корням не нужно много объема земли, много объема, а лучше держать их в тесноте. Это также скажется на цветение этого цветка. Клематисы очень хорошо использовать как в бедилианках, вьющиеся растения, на различных заборах, при озеленении различных беседок, в саду, возможно, где-то, возможно, где-то затенит нужно окно или что-то еще. Вот именно этот цветок. И особенно я бы предлагала, на мой взгляд, использовать клематисы, которые цветут, как я уже сказала, два раза. Очень выгодно, тогда ваша беседка или там, что вы хотите сделать, будет практически целое лето в цветах. Да, подкормки. Подкормки нужны. Обычно я делаю три подкормки. Это в начале весны, когда они только просыпаются. Обязательно я подкармливаю азотным удобрением. А затем в течение лета, то есть до цветения, до бутонизации и после цветения, чтобы заложить вторую бутонизацию, я пользуюсь органическими удобрениями, то есть органика. Это лучше всего. Или лучше всего использовать для этого древесную золу. Посыпаю возле землю, возле корешка и просто поливаю. Это лучше всего. Второй и третий раз удобрения из древесной золы. И еще об обрезке, что хотела сказать. Обрезаю только весной. Самое лучшее. Оставляю от 3 до 5 почек на вот этой вот лиане. Зачем? Потому что идет нарост еще на 100%. То есть если вы оставите от земли где-то метр, то метр, а то и больше еще идет наращивание вот этой зеленой массы, а потом цветы. Вот что важно. Если у вас клематис, который цветет на побегах прошлого года, тогда сильной обрезки делать не надо. Это нужно знать. Если сделать сильную обрезку, будет очень мало цветов. У меня мало, я вам показала, потому что я его в этом году, он старый куст обрезала. Его нужно было омолодеть. Только в таком случае. А в остальном обрезка идет примерно на ту высоту, которую вам надо, чтобы еще оно наросло на зеленая масса. И на каждом вот этом субльке очень много закладывается цветов. Но единственное, что нет аромата. Вот красота есть, аромата нет. А так цветок очень красивый, цветет обильно, роскошно и очень долго, самое главное. Ну все, пока. Кому понравилось, пальчик вверх. Подписка на наш канал. Но встретимся в следующем видео. И делитесь нашим видео с другими, кому понравилось. И предлагайте свои советы. Может что-то новое вы расскажете мне в своих комментариях об этом цветке. Пока, друзья. До скорой встречи.